В политической жизни Кубани он участвует еще с прошлого века. В ранге федерального законодателя принял непосредственное участие в 95 законопроектах. Долгие годы Горовой работал в сельском хозяйстве. Этот опыт для аграрного региона сейчас очень важен, заметил губернатор. Вы у нас человек в обошенную эпоху. Человек, который видел Кубани разум. Сегодня вам никогда виднее, где Краснодарский край прибавил, а где в определенной степени просел. Я бы хотел услышать советы, которые, я уверен, могут быть реально воплощены. Что касается производства сельскохозяйственной продукции, то край на марше. И в моем понимании очень четко организована вся работа в целом по краю. У нас сегодня нет семенного фонда, у нас нет семян свеклы, у нас сегодня нет кукурузы, подсолнечника нет. Просто пшик, как говорится. Знаете, я считаю, это лукавство будет говорить об импортозамещении, если у нас свекла, кукуруза на импортных семенах. Даже если мы здесь все это производим, но это не импортозамещение. Когда будут наши семена, свеклы, кукурузы, подсолнечника, тогда на самом деле будет наша отечественная. Да, и, наверное, самое главное, вы понимаете, поскольку мы пользуемся импортными семенами, завтра, послезавтра нас могут поставить на колени. Конечно, нужно развивать, надо строить заводы по калибровке. Здесь надо в целом агропровышенный комплекс края перезагружать. Сегодня агрария не может быть в проигрыше. Мы сегодня должны занять наш отечественный российский рынок собственной продукцией. С собственной сельхозпродукцией, собственной сельхозпереработкой. И вот сегодня мы должны не упустить эту возможность максимально с нашим кубанским сельхозпродуктом зайти на российский рынок. Еще одной темой для обсуждения стало патриотическое воспитание молодежи. По мнению Кондратьева, формальный подход в таком вопросе невозможен. Молодежь не обратит на это никакого внимания. Николай Горовой предложил привлекать школьников не просто рассказами, а живыми экскурсиями по местам боевой славы Кубани. К 75-летию сделать так, комплексы главного направления. Главное направление наших ударов было вот здесь, вот на Славинск, Тебрюк, Крымский район, Новороссийск уже обдетчал, там надо привести в порядок, Сопку героев. Ну, это тоже, так сказать, память о наших людях. Это должны быть маршруты победы. То есть и молодежь, и классы наших кубанских школ Крым должны обязательно все пройти по этим маршрутам. Тогда это будет, на самом деле, внутри у каждого. Это всего современная молодежь. Она уже активна. Для нее форма, сама форма, она не столь уже важна, ей важно содержание. Сегодняшняя молодежь. Да, да, да. Поэтому, когда ты ей будешь правильно абсолютно говорить, если просто говорить, они не будут это реально примерять к себе. То есть, вот говорить форму без содержания, молодежь, она не повернется. Нет, не повернется. А когда ты сможешь с содержанием, и прям тогда достучишься до сердца. Вот этого мальчишки, девчонки. В разговоре с губернатором депутат Госдумы предложил создавать в школах не только комнаты боевой, но и трудовой славы Кубани. Елена Овсецна, телекомпания ФКТ.